Доброе утро! Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Настроение отлично, очень даже бодрое. Как обычно начинается ваше утро? Утро начинается с детей, утренние сборы. Активно все проходит, дочку отправляем в садик и сами занимаемся делами. Хотелось бы поговорить о вашей деятельности. Насколько мы знаем, вы очень хорошо разбираетесь в сфере туризма на сегодняшний день. И вот как вы считаете, что, по вашему мнению, ищет турист, отправляясь в путешествия? Разные люди, конечно, за разным идут в путешествия, но плюс-минус цели, конечно, одинаковые. Путешествия — это путь. Турист, конечно, идет. Интересен сам процесс. Интересен сам процесс. В первую очередь, конечно, это пойти, разгрузить свой мозг, отдохнуть глазам, увидеть новые красоты, подышать свежим воздухом, окунуться в компанию единомышленников и увидеть те картинки красивые и заветные из интернета, которые видел, но даже не представлял, что рядышком они тут, и их можно достичь, просто поднявшись пешком в какую-то гору, преодолеть себя, испытать себя. Это тоже очень важная цель для туриста. Даже когда человек перед собой такую цель не ставит, на самом деле, но как бы это избито ни звучало, когда человек поднимается в гору, он сосредоточен, ему тяжело, например, и он находится в моменте, потому что он целенаправленно идет вверх, и, выйдя наверх, он видит все, что открывается ему, то, что не открывалось у подножия горы. И понимает, что оно того стоило. Да. Если этот пройденный путь. Да, он понимает, что это того стоило, и когда, например, человек спускается, ему сложно, он очень сосредоточен, да, и он, спустившись, понимает, что там, где было сложно, была поддержка, кто-то подал руку, например, он находит вокруг людей, которые его, как это скажем, поддерживают, да, и он понимает, что, казалось бы, там, где думал, что не смог, он смог. То есть многофункциональная цель, как от прокачки тела, потому что это прекрасный поход, это прекрасный фитнес-окардио на природе, так и обретение единомышленников вокруг и созерцание красот и разгрузка мозга. Да, восхитительно. Скажите, пожалуйста, вот Крым наш, например, очень богат природой и очень много красивых мест в нашем Крыму, и могли бы вы назвать какие-то топовые места, вот прям для туризма, именно самые топовые, где там чаще посещают туристы, вот именно где любят и самое актуальное, как бы для туристов, вот места, именно топовые, самые, могли бы вы перечислить? Да, могу, на самом деле Крым действительно очень красив, очень много мест, в разное время года открываются они, естественно, тоже по-разному. Сейчас вообще насыщенное время года, осень, это яркость красок, вот, не знаю, от синевых гор утром, да, от разных оттенков до зелено-изумрудных дисовых ущелей и, ну, осенний багрянец там от желтого-оранжевого. Это, конечно, впечатляет, многие уголочки Крыма, ну, одни из самых таких красивых, например, с морскими просторами, часто посещаемое место, это Новый Свет, его Голицынская тропа, тысячелетняя можжевеловая роща, там очень целебный воздух, там много достопримечательностей, как историко-культурных, так и природных, вот, первый, это Новый Свет, второе, я бы сказала, Чернореченский каньон и Байдарская долина, там тоже осенью очень красиво, много там каньонов, не только Чернореченский, ходить, не переходить, в общем, Байдарская долина и все ее достопримечательностей, пещеры и горные дороги извилистые, которые тоже скалистые, из деревьями, очень впечатляющие, это второе место, третье место, это наш Айпетрий, зубцы Айпетри, там сейчас тоже есть интересные экстремальные развлечения, также можно сходить к Тарактарскому гребню, он очень красив, необычен, это такая скала, которая тоже манит и привлекает туристов, и там хвойные деревья сочетаются с следственными, тоже очень красивый вид на всю Ялту и сами скалы, это третье, да, четвертое, просто мест на самом деле, правда, много красивых, я бы назвала город Четтердак с ее двумя вершинами, Клюзи-Бурун и Ангар-Бурун, там также есть Тисовое ущелье, которое вот можно наблюдать не только, ну и можжевельник стелящийся, то есть там и красоты, и воздух, и чистота, и деревья, все присутствует, так, и с пятых вершин, ну на самом деле очень много красивых, озеро Сердечко в Крыму, это тоже такая инстаграммная достопримечательность, куда все эти туристы манят, она в принципе доступная и очень красивая, живописная. Это вы назвали места наиболее популярны среди туристов, вот, но лично для вас, какое бы вы место назвали самым красивым, самым уникальным в нашем Крыму, вот, место силы для вас? Место силы для меня? Ну, пусть это будет обычно, вроде как бы звучать, но это гора Ильяская, она очень живописная, она очень манит разных туристов, доступна в принципе для подъема тоже разного уровня туристов, но она очень интересная, в ней есть просто подъем по лесу, также там присутствуют скалы, торчащие, как его называют каменный цветок, они вертикально торчат из земли, и в центре тоже есть такой, как сказать, стол каменный, туда разных людей манит по-разному эти камни. Поднявшись выше, можно насладиться видами сверху на этот каменный цветок, как раз он раскрывается, и вокруг посмотреть на все морские пейзажи и на все южнобережные скалы, очень красивое место. Хотелось бы поговорить о вашей деятельности, вот с чего начался ваш путь в сфере туризма? Мой путь в сфере туризма? Ну, изначально это было еще в школьные годы, лет 10-11 я участвовала в организации, в которой мы ходили на слеты, ездили на слеты, где были палатки, костры, и там были минимальные на самом деле походы, там не было каких-то больших переходов. Пару лет мы были в этой организации, потом она распалась, к сожалению, очень было интересно и увлекательно, конечно, очень много воспоминаний с того момента, наверное, это меня зацепило тогда. Вот, а потом школа, поступление в университет, туризм отошел на второй план, и потом так получилось, что где-то на курсе втором-третьем я узнала, что параллельная группа ходит в походы. Я у девочек в соседней комнате в общежитии спрашиваю, а как вы ходите в походы, куда, с кем? Они говорят, ну, с куратор, он водит нас в походы, прям, ну, всеми группами, с гитарой, с палатками, все как, в общем, все классически интересно. Я говорю, я хочу с вами, можно? Мы спросим. И они спросили, но вот так получилось, что время сессии пришло, и, в общем, я не сходила уже в поход с ними. Но наш великий интернет и соцсети объединяет. Куратор был открыт к общению, был у всех в друзьях. Мы добавились друг в друга в друзья, общались, и он говорит, пошли в поход. Я на самом деле без одних всяких мыслей, добропорядочность обещалась, и мы пошли в поход. Причем в поход прям сразу альпинистский маршрут на гору Парагельмен, которая рядом с Алуштой, рядом с Малым Маяком. По сложности или 1б, или 2б, я не помню. Ну, то есть несложно это был, конечно, маршрут вообще в целом в плане альпинизма, но для меня он был очень сложный. Конечно. Вот. И так я пошла в поход. На тот момент куратора я называла Владимир Александрович. Не могла по-другому назвать, но на самом ключевом моменте, конечно, я уже кричала, Владимир, забирайте веревку, потому что было очень страшно. Вот. Я преодолела этот маршрут, и мы исходили еще много маршрутов. Вот. Много мы погружались в море, как дайвер. В общем, была у нас разносторонняя деятельность очень интересная, и выходные мы абсолютно дома не сидели. Да, мы стали парой и ходили много-много в походы, водили много друзей, много групп, и нам все говорили, вот почему бы вам не ваше хобби, вы так активно, интересно все это делаете. Ну и со временем наше хобби превратилось в наше любимое дело. Вот. И теперь мы активно водим туристов по Крыму, как велопоходы тоже в Крыму очень активны, не только пешие. Мы еще знаем, что вы занимаетесь блогерской деятельностью. Планируете ли развивать это дело и знакомить всех крымчан, и, возможно, не только крымчан, с, возможно, неизведанными уголочками Крыма? Конечно, да. Мы освещаем наши походы в социальных сетях, такие как ВКонтакте, Инстаграм, активно показываем красоты Крыма и Кавказа, и очень многие люди пишут, что поехали, ну, а потом обратная связь, что увидели у вас это красивое место, поехали, увидели, ну, узнали, как туда попасть. Обратная связь тоже есть. Да, да, не только люди, которые ходят в походы непосредственно с нашим участием, но также люди, которые видят интересные места, спрашивают, посещают их, и очень довольны, что действительно им открывают такие уголки Крыма, вроде бы обычные, но с необычных ракурсов. Поэтому, да, это очень приносит удовольствие, когда людям делаешь благо. Да, заряд бодрости и вдохновения. Ну, а мы со своей стороны желаем вам всегда хорошего настроения и, конечно же, покорить еще не одну вершину. Что вы пожелаете нашим телезрителям, всем тем, кто нас сейчас смотрит? Всем телезрителям пожелаю обязательно бодрости, активности, не увядать и в такую прекрасную погоду поменьше сидеть дома, побольше ходить в походы или даже минимально прогулки в парке. Это всегда хорошо сказывается и на здоровье, и на окружении. Спасибо. Спасибо, что пришли, еще раз хорошего дня, и наши двери всегда для вас открыты. Благодарю, спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...